Всем привет! С вами Крестиков.зу! И сегодня я хочу рассказать про герпитона, или еще пульсоносную збию. У меня начал сам марафон змей, ну вы поняли. Обитает герпитон в юго-восточной оси, длину 50-60 см. Это единственная земля полностью водная збия. Кстати, знаете, зачем ей нужны эти антенны на носу? Это не щупальца, это вибрисы. Они улавливают вибрации в стоящей мутной воде. Ну, это чтобы знать, как передвигаться. Кстати, эти антенны еще нужны для охоты. Охотится наш сегодняшний герой на рыбу. Кстати говоря, он полностью порос водорослями. И это ему тоже помогает в охоте, а также спасает от паразитов. Кстати, сейчас узнаете, как ему помогают водоросли в охоте. Так вот, он притворяется водорослью, ну, короче, встает в форму буквы J английской. Так вот, потом он ищет, следит, нету ли где рыбы с помощью усов. Тьфу, каких усов? Антенн. Так вот, когда рыба подплывает, он ставит перед ней хвост, свой хвост. И рыба видит, что тык-тык-тык, преграда мне, надо плыть в другую сторону. И плывет в другую сторону, то есть прямо вот к герпетону. И происходит все это торможение рыбы, а потом ее заглатывание за 23 миллисекунды. Невероятно, супер-пупер-дупер-купер-быстрая змея. Короче, ну и, как всегда, у нее есть яд. Ну, в принципе, еще раз говорю, для каких южных существ это банально. Но этот яд, как и яд райской украшенной змеи, для человека не опасен. Скорее, ты можешь примить эту змею, чем она тебя. Так как азиаты ее едят. Вот, прикиньте, райскую кашу люди едят, а этого едят. Ну что, не вредят же им рыбы? Не едят, не вредят. Вот они ее и едят. Хотя я вообще никогда не собираюсь сжрать змей. Да и вообще любые русские гадли это захочут делать. Так вот, эта змея размножается круглый год. Это чтоб окончательно азиаты не съели. А детеныши у них рождаются, они вылупляются из яиц. А, стоп, они и то, и другое. Потому что эти змеи яйца живородящие. На самом деле, то, что вы слышите, есть живородящая ящерица. Живородящие гуппи и акул, живородящие, вот эта змея, нет. Они не живородящие. Они именно яйца живородящие. Ну, то есть, самка откладывает яйцо, и из него в ту же секунду вылупляется детеныш. Вот так. Живородящими, ну, точно только живородящими и точка, могут быть только млекопитающие, помните это. А яйца живорождает, так, самка, от тела до девятнадцати детенышей, которые через несколько лет уже становятся полностью взрослыми и сами плодят детенышей путем яйца живорождения, сервизируют рыбок, а также пугают необразованных людей. Ну, мы же не необразованные, не необразованные. Короче, на этом все, с вами был Клистиков.зу, пока.